Вашингтон пост со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Украина может не ограничиться Курской областью при нанесении ударов вглубь России американским дальнобойным оружием. Как отмечает СМИ, Украина, как ожидается, сначала сосредоточится на нанесении ударов по Курской области и окрестностям. Однако использование вооруженными силами Украины дальнобойных ракет может распространиться и на другие территории так называемой России, пишет газета. Кроме этого, издание Bild сообщает, что Германия вскоре начнет массовые поставки Украине дронов-камикадзе, которые называют мини-таурусами. В пабликах рашистов уже переживают, что они могут оказать влияние на фронт в значительно большей степени, чем истребители F-16 и одобрение дальнобойных ударов. Речь идет о беспилотниках компании Helsing, оснащенных технологиями искусственного интеллекта, которые придают им высокую автономность в условиях действия вражеских РЭБ. Эти дроны сравнивают с дальнобойными ракетами Taurus, а дальность их полета может быть в четыре раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе. Всего у компании якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. Поставки могут начаться уже в декабре. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Путин грозил, что разрешение на использование дальнобойного оружия будет встречено с соответствующими решениями. Учитывая то, что удары по оккупированной территории, которую он сам вроде как считает российской, никакого значения для этой самой эскалации не имеют. Какие последствия могут быть у этого разрешения от США? Ну, честно говоря, не очень понятно, что такого Путин может сделать, чего еще не делал. Потому что буквально на днях мы видели, как всем возможным неядерным оружием российская армия массированно атаковала Украину еще до этого якобы разрешения на удары оружием вглубь российской территории. Соответственно, можно, наверное, ожидать, что путинские войска снова и снова будут атаковать украинские города, электростанции. В общем, такая политика террора продолжится. Это единственный, по сути, ответ, который они могут дать, потому что военные действия как-то невозможно еще сильнее форсировать. Ну, и последнее остается ядерное оружие. Ну, наверное, все все-таки верят в то, что Путин не будет применять ядерное оружие в этом случае. Естественно, он больше использует такую политическую риторику, что не надо, не надо, а то мы ответим. А как, кто ответит, непонятно. А может ли это означать включение в зону поражения какие-то европейские страны, например? Нет, вряд ли это исключено. Ну, иначе начнется война с этими европейскими странами. Да, почти все европейские страны, ну, имеется в виду, видимо, страны НАТО, да, они в НАТО, и я не думаю, что Путин готов. То есть, на словах он, конечно, говорит, что Россия противостоит НАТО, и что это будет полноценное вступление, да, вот это разрешение на дальнобойные удары, это будет полноценным вступлением НАТО в войну, но, конечно, российская армия никаким образом не готова воевать с НАТО, даже если мы не берем вопрос ядерного оружия. Да, если вспомнить про ядерное оружие, то и тем более. Очень долго США не давали никакого разрешения на использование этого оружия дальнобойного для ведения военных действий. А что могло способствовать изменению позиции администрации Байдена по использованию этих ракет? Честно говоря, это решение было довольно неожиданным, и я не думал, что Байден в конце срока уже будет что-то такое делать. Все-таки это решение Трамп может быстро отменить своим решением через, собственно, сколько там, два месяца с небольшим, да. Но, видимо, и тема северокорейских военных тут повлияла, и вот эта вот нарочито жестокая атака российская, может быть, тоже вчерашняя, и в целом какой-то отказ Путина идти на мирные переговоры, так скажем. То есть в последнее время российская власть в ответ на заявление Трампа и все вот это обсуждение, все-таки скорее, да, российские политики говорили о том, что нет, этот план их не устраивает. И у Путина есть свой план, и надо его выполнять, да. Да, захват, собственно, передача России четырех регионов Украины. Это вот такая цель официальная у Путина, они все на нее ссылаются, на его июньское заявление. Может быть, администрация Байдена решила, что уже как бы ничего с этим не поделаешь, им нужно переходить к более активным действиям, и уже не нужно бояться дополнительной эскалации, как они делали это раньше. Сейчас украинские войска отправляют на территорию России дроны Камикадзе, которые долетают до Москвы, Казани, других крупных городов, которые находятся далеко от границы. А что нового тогда несет за собой использование Атакамс, например? Ну, тут надо понимать, что украинские дроны летают гораздо дальше, чем будут летать те же Атакамсы. Тут сравнение, оно не совсем подходит. То есть, беспилотники Камикадзе с дальним радиусом действия, они летают на полторы тысячи километров, скажем. А что касается ракет, то, конечно, они в первую очередь превосходят дроны своей мощью, огневой мощью. Например, ракета Атакамс несет кассетную боевую часть с огромным количеством, по-моему, около 500 или до 1000 в разной комплектации, разного размера, этих поражающих элементов, которые разлетаются на большой площади и могут убить огромное количество солдат одной ракетой буквально. Или повредить много техники, там какие-то склады, допустим, тоже повредить, поджечь склады с боеприпасами, с имуществом военным. То есть, это довольно эффективное и опасное оружие, в том числе, потому что, опять-таки, в сравнении с беспилотниками, беспилотник сбивать относительно легко, потому что он медленный. То есть, во-первых, есть много шансов попасть. То есть, если, скажем, одна установка не справилась, может другая успеть справиться. Даже люди там из ружей стреляют по этим дроном, из пулеметов и так далее. А Атакамс — это тактическая ракета, баллистическая, которая летит очень быстро по такой высокой траектории. Ее сбить довольно сложно, а самое главное, на очень короткий промежуток времени, за который нужно успеть ее сбить. Поэтому ПВО справляется с ней с большим трудом. Это уже было видно как раз по атакам того же Крыма, например, где даже современные С-400 российские не могли гарантированно уничтожать все Атакамсы, которые были направлены по военным объектам. Поэтому, конечно, все сейчас склады, скопления войск, какие-то там места, где они находятся, различные полигоны, где могут находиться как раз северкорейские военные, места стоянки техники, системы ПВО, комплексы те же самые, которые находятся в Курской, Брянской, Белгородской областях, они в большой опасности теперь, когда получено разрешение использовать Атакамсы. И последний вопрос, который стоит, это сколько вообще таких ракет сейчас есть в ВСУ. Фактически эта информация неизвестна. Может быть, вот сейчас США собирались анонсировать большой пакет помощи как раз на все оставшиеся деньги, так сказать, там около 6 миллиардов. Они хотят выделить ракеты ПВО, они об этом говорили. Ну, может быть, как раз в этот пакет они включат дополнительные ракеты Атакамс, и тогда их будет, ну, достаточно много передадут, там, наверное, не меньше 100 штук. И это будет серьезная-серьезная опасность для российской армии. Чего здесь плохого-то? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ